Всем привет! Есть такое мнение, что читать в темноте вредно для вашего зрения. Давайте разберемся, правда это или просто детский миф. Например, если спросить окружающих вас людей, то большинство подтвердят, что читать в темноте вредно для глаз. Это утверждение достаточно устойчиво отложилось в картине мира многих людей. Значит, читая в темноте, мы действительно должны испытывать необычные ощущения. Так оно и получается. В условиях недостаточного освещения зрению приходится не сладко. Сложность заключается в том, что наша зрительная система получает в этой ситуации смешанные сигналы. Мышцы глаз должны расслабиться, чтобы зрачок открылся как можно шире и собрал больше света. Но в то же время другие мышцы получают сигнал «напрячься», чтобы сфокусироваться на тексте. Слабая освещенность к тому же снижает контрастность между страницей и словами, и нам становится сложнее отделять их от фона. Логично, что эта сложная нагрузка быстро приводит к усталости глазных мышц. Усугубляет ситуацию и общая усталость, которая свойственна вечернему времени. После этого кажется, что действительно, читать в темноте очень вредно для зрения. Но исследование, которое провели британцы, говорит немножко другое. Дело в том, что чтение в темноте не наносит ущерб зрению, а лишь вызывает усталость. Когда ваши глаза работают в таких условиях, они устают, как и любая другая мышца. Напряжение может привести к ряду последствий. Например, воспаление глазного яблока, головные боли, боли в спине и шее, а также помутнение зрения. Поскольку при фокусировке на одном объекте вы часто не моргаете, у вас может возникнуть неприятное ощущение и сухость в глазах. Но ни один из этих симптомов не повреждают ваши глаза. И в конечном итоге все эти симптомы просто исчезают. Возможно, корни этого мифа лежат в необходимости как-то дополнительно аргументировать запрет на чтение в кровати в темное время суток, когда, например, детям уже пора спать. Давайте подведем вывод. Чтение в темноте вряд ли причинит вред вашему зрению. Но читать все же лучше при каком-то освещении. Логика здесь проста. Если чтение не будет вызывать у вас неприятных ощущений и вы не будете уставать слишком быстро, то в свое время вы прочтете больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!